Рекомендую вам канал Ретайна. Парень выкладывает видео с захватывающей атмосферой и красиво подобранной музыкой, которая позволит на полную погрузиться в мир Раста. Поддержите его подпиской и лайком, ссылочка в описании под видео. Эй, дружи, хочешь, чтобы мои видосики были тебе всегда видны? Жми на вот этот колокольчик, и всё будет пучком. Всем привет! С вами Ба-16, я продолжаю выживать на четвёртом Зарасте, группа не более двух человек. Вам, наверное, не терпится узнать, что же стало с моим домом, как произошёл антирейд. Ну что же, поехали! Чё-то бабахнуло сейчас. Бомбануло смачно, бомбануло понятненько. Это мой дом бахают. Так, горе-рейдеры. Где-то ящики запасные были. Воу, мой сосед пришёл меня отбивать, что ли? Лол. Давайте на горячую перепрячем немножко лута. О, так вот! Это, ребята, просто царский размин, пока я всё пропускаю. Так, мои чудо-патроны. У меня пушек нормальных нету, к сожалению. К сожалению, мне тут надо действовать. Ребята, быстро действуют, потому что там какие-то опасные пацаны. О, паразиты, он ещё сейчас в землю всё спустил. Слушайте, ребята, даже я так не стреляю, я, пожалуй, отхилюсь. Знаете, чё надо... Нет, надо, короче, наглеть. Надо, ребята, наглеть? Знаете почему? Так, это у меня сосед мой бахал. Вот это месть царская. Так, а что ещё было? Кого он убил-то хоть? Ладно. У меня осталась одна бабахалка. Надо быстренько металл взять и всё это починить. Я сейчас могу, конечно, починить, ребята, потому что по-моему, при строительстве стоит какой-то блок. Ну что же. Соседушка оказывал злой, он не промах. У нас есть берданка. У нас есть берданка, у нас есть бабахалка. Ой, ребята, какие опасные. Я без двери сижу, как бичуган. Надо что-то перетаскивать отсюда. У меня там пушек уже накопилось. Ведь они сладенькие, но это пушки. Так, Олежа пришёл снова. Олежа молодец. Побахалку сюда. У меня патронов, ребята, серьёзно. Просто нет патронов, чтобы нормально... Нормально всё это... Калашисты сверху нормально постреляться. Зато хилок у меня тут... Нет, вот так, да. Дайте-ка я... Сейчас, момент. Я вылазил и сразу ловлю с калаша, поэтому так, аккуратненько. Вот если... Это ты, Олежа. Ух ты ж. Смотрите, ребята, надо так быстренько. Опа. Так, нет, это было не Олежа. Это был какой-то другой товарищ. Да. Ой-ой-ой. Какой шо начался жёсткий. Надо что делать? Надо дверь поставить попробовать. Ну или хотя бы её скрафтить для начала. Давайте просто скрафтим дверь. Ну бахать меня начали жёстко. Я понимаю, как он его бомбит, потому что мои два шкафа, а там один уже не просто шкафчик, а домик. И у него реально от этого бабахает. Ну вот реально я же ему пакость устроил жёсткую. Ну, ну поделать. Я решил немножечко патролить парнишку. Так, чё, пистолет нахуй так вагон. Ух, ребятки, вот так. Вот так, вот так вот. Вроде бы живые. Дверка есть у нас про запасик, но надо быть осторожным, потому что у нас тут везде промышляют жилые калешистые. Да, ну мне вроде как-то... А, вот. Ты родной. В общем, ребята, я как всегда выбрал куда чудесное место. С одной стороны два болтовщика, но сейчас в данный момент работает один. С другой стороны калешистыщики. С ещё одной стороны тамберданочники. В принципе, тут полный фарш, просто полный фарш, и всё это очень страшно. Ух, ребятки, дверка готова. Надо будет починить вот эту дверку теперь, а то я совсем... Ну, гляньте, серьезно, осталось так. Парнишка, кстати, удалой. Молодец. Не знаю, что он надеялся. Ну, взорвал бы мой дом, забрал бы мой лут. Шкафы-то мои там же остались бы. Логика железная. Ух, было страшно и опасно. Ещё одна героиня чужого романа пришла. А, ты просто кепка. У тебя нормально компонентов и всякого добра. Так, всё, домой. Опять металл выложил, дверь починить надо. Ну, ё-моё, путешествие с одного этажа на другой. Это же так? Классно. Ребятки, знаете, что я заметил? Вот не могу понять, что это бага. Ну, у меня вот так вот мерцает свет от замка. Так, давайте посмотрим на другой вот замочек. У нас такой же, да и вот этот такой же. Но почему-то от этих не мерцает. Либо я чего-то не понимаю. Здесь, вот, ребята, видите, за дверью ходит? Просто мерцает замок и всё. Я, значит, думал, что это, не знаю, показало. Ребята, лол. Это же как я в суете не заметил эту штуку. Ладно, ребята, я в домике у себя. Если бабахнет, я останусь живой. Сразу. Вот так вот, ребятки. Она здесь провисела. Я не знаю, сколько времени. Но это же дичь полная. Я уже успел побегать везде. Успел поформить. И она висела всё это время. Знаете, что надо было сделать, ребятки? Ну, как всегда, хорошая мысля приходит опосля. Надо было просто дверь снять. Я теперь понял. Я реально её не замечал. Вот, ребята, реально просто в суете. Так, ребятки, я поставил себе ещё один шкафчик. Такой резервный шкафчик. И заметил, как моего соседа, когда он ставил забор, завалил болтовщик. Это мой шанс отжать его лут. Кстати, хороший забор огородил, как я и думал. В принципе, если с ним подружиться, можно... Так, прыгнул откуда. Можно отгородить кусок себе. Так, что у нас там? Так вот. Болтовщик-то адский. Что у тебя было? Где твой трупик был, дружище? Где-то здесь-то умер. Да. Тебе-то и ничего не было. Я не понимаю, что ты... Что ты здесь делал? Может... А, стоп. Ребята, девять стенок. Вот оно всё. У него из рук это вылезло. Всё, надо бежать до дома. У нас есть девять отличных стенок. Можно поставить, будет, вокруг своего дома. Ворота потом только прилепить или просто импровизированные сделать. Это... Где отсюда? Шикарно. Девять. Девять стеночек, ребятки. Нормально. Ай-ай-ай. 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 Пошли в баню. Заразы. Ай, дом. Ух. Ух. Вот это да. Ребята, столько эмоций. Они думают, что я сейчас просто буду дома сидеть. Сейчас я на крышу выйду. Сейчас я выйду. Где-то, Ваня, берданка. Вот это битва, ребята. Это все ради девяти стенок. Ребятки, новые свалки. Они просто заспавнились в моем шкафу. Спокойно подходишь, налазишь и ты наверху. Таких примеров огромное количество. Кстати, вот рядом машина. Это совсем близко. Я думаю, в будущем генерацию поправят, потому что в текущем виде вот исчезла. Это беда. Теперь я могу нормально шкафчик достроить. Все. Хорошо. После обороны дома я решил отправиться на поиски приключений. И я их нашел. Что я там поднял? А давайте посмотрим. Ух. Ух, я ворвался, да. Так, быстро зачекиваем. Что там у них было-то? Так, что у тебя, дружище? Пушки, 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 пушки. Так, 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 брезент нафиг. Нафиг мне это все. Так. Давайте-ка, ребятки, я перегруппируюсь. Гробовик и берданку надо перезарядить. Потому что патронов не так уж и много, но все, пригодится. Так, сверху тут обеяй, да? Патроны я не взял, походу, вот что. Так, меч, прощай, ботинки, нафиг. Все, пайпа, бинты, костер, кофейничек заберем. У тебя что тут? Ладно, все, чисто. Хотя, знаете, что, ребятки, не то зарядил. Не то зарядил. Вот что. Все, полный комплект. Теперь все делаем ноги. Так, я хочу зеленку. Я хочу себе зеленку. Полночку надо все делать ноги. Во, 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 вот тут товарищ. По того, да. Чекать идти или не чекать, ребятки, я уверен, что будет кепкой. Но я чекну. После поиска уязвимости в домах своих соседей, я решил пойти домой, где творилось что-то неладное. Поднимите, пожалуйста. Парк. Поднимите, пожалуйста. Два шест. Голова. Мелочь всякая. Хорошо, два шеста. Тоже нормально. Патроны есть. Так, пару шестов. Калаш должен быть. Опа. Так, ладно, сейчас калаш заберем. Домик рядом. Так. Так, а где же? Вы бедные, стреляют со своего дома. Пэшечника не могли развалить. Это шеваляется. Это пуха, которую я... Где отсюда? Где-то заберем. Так, что у него было-то? Берданка у него была. Где перданка? Знаете, ребятки. Берданка не самое крутое оружие. Пожалуй, я просто пину все это. А потом вернусь еще разочек. О, ребятки. Я что-то поднял. Все-таки вокруг этого товарища. И тут у нас... Думаю, калашик. Калашик. Шикарно. А вот что здесь было, я не знаю. Не поднял, к сожалению. Так, шутган. Что на шутгане у нас заряжено? Ага, не посмотрим. Ладно. Я вот тут бегаю по кустам уже, ребята. Пока что тихо все. Я реально не знаю, что у него было. Это я вообще нет событий потерял, пока перестрелка была. Ладно. Что забрали? Что забрали? Флашики. Шикарно. Так, ну, Берданку, кстати говоря, я тоже долго искал. Но такое ощущение, что она куда-то улетела, не знаю, куда. Далеко. Пытаюсь найти, не нашел. Ладно, ребятки. Это шикарнейший улов. Просто шикарнейший. Я попробовал как-то вражину развести на долгий бой. То есть не пытаться там что-то фастом взаражить, а просто на долгий бой. У него был калаш. Но я не понял, как он умер. Я уже с крыши видел, что валяется трупик, у которого калаш. Я ни черта не понял. То ли он калаш подобрал с другого. Ну, в общем, мистика. Ребятки, я сделал себе несколько плантеров на весь брезент, что у меня был. Семечек накопилось достаточное количество. Ну что же, давайте посадим все это добро. Отлично. Так, сюда теперь. Кстати, вот такая вот модель посадки намного интереснее, чем раньше была, когда семечки просто в одно место. Так, у тебя какой-то интерес появляется. Единственный нюанс, это вода. Ее, по-моему, близко не наберешь. Бедрами таскать тяжеловато будет. Ну, в общем, я все посадил. Солнечный свет. Посмотрим, как оно будет расти. Не надо будет лишний раз бегать за тканью. Это классно. Еще одно можно сюда будет поставить. Если, конечно, некоторые злыдни не расстреляют их на расстоянии. Решил устроить себе прогулочку. На другой конец карты. Наткнулся на порт. И что вы думаете, ребятки? Я кого-то тут встретил. Тут была слышна стрельба. Кто-то бегает, что-то лутает. Никого, ребята. От слова совсем никого. То есть я ожидал хоть кого-то встретить. Он даже ящик, и тот пустой. И никого не встретил. Я вот бегаю по пустынному порту. Наслаждаюсь его красотами. Он действительно классный. Он очень такой интересный. В отличие от других ртшек, у него своя особая атмосфера. Но где? Где игроки? Почему тут никого нету? Просто вообще никого. Это угнетает. Надеюсь, что когда-нибудь NPC введут и будет. Будет здесь активность хорошая. А пока что просто наслаждаемся. По кемпит нам не дали. Это хорошо. С другой стороны, здесь просто никого нет. Просто никого нету. Оставив порт позади, я двинулся дальше. Наткнулся на одинокий домик. Думал, там никого нет. Попытался залезть на крышу. Как услышал, что кто-то жует. Оказывается, хозяин был дома. Ой-ой-ой-ой. Я тебя промазал-то. Ага. О, подержи ты. Так, отойдем немножко подальше, ребята. Что-то я не рассчитал свои силы. Точнее, как я рассчитал, но я почти думал, что он там все-таки один. Их там двое. Хорошо. Еще и собакой. Одна собака, вторая собака. Они вдвоем снаряжали, чтобы собаку пойти залутать. Да вы шутите. Так, ладно. Один успел закрыть. Вот это, ребята, я понимаю. Хозяева вышли на тропу войны. У него... Пустой дробовик, ребятки. Пустой дробовик. Второго я не успел залутать. Сейчас они будут вылазить на крышу. Прилять в меня с крыши. Это так предсказуемо. Вот смотрите, сейчас прилетит. По-любому. Не? Ладно. У нас есть дробовик пустой. У нас есть пешка, патроны и злые хозяева. Класс. Бегал по карте, искал нормальный домик для рейда. В каком смысле нормальный? Чтобы вокруг не было толпыру в кемперов с огромными башнями. И можно было относительно спокойно порейдить. Видите, тут вдалеке есть огромный замок, который еще не достроен, но достраивается. Я нашел вот этот домик. Три на три. Можно было бы подсадиться, но, к сожалению, не получилось. С печки не допрыгнешь, никакие машины не заспавнились рядом. А жалко. Я бы сразу через верх пошел. Ну, понятно, через верх просто. Поэтому будем бахать в лоб, ребята. То есть другого варианта я пока не вижу. Смотрим. Ё-моё. Надо меня зацепить именно. Луднется ли нам удача? По крайней мере, долбанула меня смачно. Ух, к нам уже идут. К нам уже идут. Двое, двое. Три. 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 Продолжение следует...